МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Войне! 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 Спасибо большое! Войне! Есть и обожаючи выступать! Субтитры создавал DimaTorzok Украина! 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 Я могу сказать только одно, что если бы Тарас Григорьевич Шевченко увидел сейчас, что творится в этой Украине, которую захватили эти бандиты фашистские, он бы перевернулся сейчас несколько раз. Вот этот знаменитый украинский поэт, да, это хороший. Мы не сносим эти памятники, как эти украинцы, которые вон там кричат, что в 20-м поколении она севастопольская. Да она никогда севастопольская не была, что подсовывает сейчас своих детей, чтобы они повторяли после нее славу Украине. Откуда вы приехали? Мы из Севастополя. А, вы НТС? О, ребята, нет-нет-нет, извините, серьезно. Вам интервью давать, а то себя не уважать. А что вы хотите за интервью получите? Да, я хотела узнать несколько слов о великом писателе Тарасе Шевченко. Какие произведения вы читали? Тарасе Шевченко Тарасе Шевченко Я пришел на 200-летие в Шевченко. Все нормально. Нет, подождите. Вот эти вот все с плакатами, политику, зачем нужно? Вот сейчас поют в Шевченко, мне нравится. 200 лет отмечать должны были Шевченко. Зачем сюда политика? Нет, так, так. С плакатами стоят. Зачем это нужно? Мы пришли на 200 лет в Шевченко. Хорошо, ну молодец, молодец. Я там преподаваю литературу и шевченко. Не удалось обойтись без провокаций. Неизвестные люди, по всей видимости не севастопольцы, начали распылять в группе людей слезоточивый газ, ну какое-то вещество в баллончиках. Были задержаны активистами самообороны и представителями милиции. Сейчас их забрали. Но, к сожалению, факт произошел уже сейчас. Я думаю, что будет проведено расследование по этому вопросу. Поэтому, да, действительно, в Севастополе сейчас находятся провокаторы, которые будут осуществлять вот такую подрывную деятельность. И, конечно же, нам надо быть очень бдительными и понимать, что до 16-го числа события будут как бы развиваться в таком ключе. Так, я прошу звонить. Звонил. Звонили, да. Мне, знаете, что люди уже спрашивают. Серега, команду ее. Перемат-перемат, угрозы пошли. Попытка достать огнестрельное оружие. Забравимся. Руку непосредственно назад закидывали. А реакция людей очень активная, правильная. Сотрудники милиции, муниципальные службы отработали все четко. По-моему, его еще держат. Сотрудники, красавые. Рина, снимай. Вот, раздрикованный черт. Снимайте. Смытый. Избитый. Да. А его снимают, как будто он пострадал. Кто его снимает? Кто его тут снимал? Нет, еще никто вас позвал. Кто нас снимал еще? Ребята, это не трость. Здесь все нарисовано. Буквально метр. Отойдите, там все нарисовано. Сейчас ведерко водички на него. И чтобы все посмотрели, как оно будет плываться. А было видно, что там краска сработала? Звезда. Вот звезда. Звезда. Понимаете, звезда Ютуба. Забирайте его в тюрьму. Он не влезает. Местный, вон местный сидит. Кто продался? Я говорю, пойдите, посмотрите на него, чтобы знали, что вот это вот на летчиках тварь живет. Сейчас машину сожгут сегодня. Скажите, а здесь заказать нас как-то сразу. Как вы понимаете? Мы не обнесем всех. Я не говорю, потому что я... Да не надо! Да! Хорошо. Не надо так шутить. Не надо провокации. Не надо шутить. Я был с первой минуты на митинге. Стояло там 10 человек. И девочка стояла с георгиевской ленточкой. Ее барышня снимала на этот самый планшет. Ей сказали, не снимай, снимай туда что-то. 10 человек стоит, вы для чего пришли? Митингуйтесь оттуда. Начали бросаться. Один с кулаками полез парень, он задержан. В наручниках сейчас в милиции. Я отошел, потому что ждал своих ребят, вот здесь, возле исполкома. И эта группа, девушка была в оранжевой куртке, в джинсах с этим. Ее сопровождали 6 человек. Подошли к микроавтобусу, белый микроавтобус, Mercedes Vita. 0096, говорят, такой же похожий номер, у меня фотографии здесь есть. Этот автобус стоял рядом с этой побитой машиной. Вот от удара, я не знаю, говорят. Они общались вместе. Из этого автобуса вышел, аллезь до ней. Чисто на русском языке. Давай быстрее сваливаем отсюда. Посадил вот этих 6 человек, а они уехали. Разрешовано лицо у него. Это было на стоянке, до окончания митинга. Понимаете, кровь, она течет, она не засыхает. В реанимации уже надо лежать, как он выглядит. Он сидит, улыбается. Куртка тоже испачкана. Поэтому это была провокация, я считаю, спланированная. Из центра завезены сюда вот эти ребята, которые буянили, орали, что мы привезем сюда своих казаков, и они вам покажут. Это все было оттуда. Парня задержали, он с Житомира. Вы уже пригнули. Откуда ты приехал? С Житомира. Празднование Шевченко. Все слова были провокационные. Не проводить референдум, бойкотировать власть и так далее. Никаких слава Украине героям. Слава тут же все это понеслось. Да, я слышала. Все это было. А люди стояли спокойно. 20 человек, один российский флаг спокойно стояли возле дороги, смотрели. Отцеплены были милиции. Никто ничего не провоцировал. А с этой стороны вот такая вот ахинея шла вся. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ